Здравствуйте! Приветствуем всех тех, кто присоединился к нашей очередной трансляции. Меня зовут Евгений Петров, я заместитель генерального директора по маркетингу компании Unitsky String Technologies. В цикле передач накануне Нового года, в завершение 2023 года, мы с вами подводим итоги работы компании Unitsky String Technologies и компании Сателлитов за уходящий год и отвечаем на те вопросы, которые следящие за развитием проекта присылали нам на протяжении всего года. Сегодня у нас в гостях Сергей Геннадьевич Тарасов, директор Центра испытаний и сертификации Unitsky, город Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты. У нас сегодня присутствует директор маркетинговой компании ООО «Струнные технологии Unitsky» город Москва, а также сотрудники ЗАО «Струнные технологии Unitsky String Technologies» Максим Николаевич Гусев. Он является руководителем отдела управления проектами и директор производственного комплекса «СВ-Плант» Алексей Сергеевич Савин. В этом выпуске мы будем обсуждать те компетенции, активы и материальную базу, которые есть сегодня в распоряжении группы компаний для реализации коммерческих проектов. Мы говорим о том, что сегодня в группе компаний над реализацией технологии работает уже более тысячи специалистов, 60 конструкторских бюро, ряд компаний и в России, и в Белоруссии, и в Объединенных Арабских Эмиратах. Сейчас присоединяется Индия, присоединяется Индонезия. Все мы вместе работаем над реализацией проектов струнного транспорта, локализацией струнного транспорта в тех или иных регионах. Об этом мы говорили в предшествующих выпусках. Но все-таки одним из таких важных активов был и остается наш генеральный конструктор Юницкий Анатолий Эдуардович. Арсен Вяленович, я бы хотел попросить вас на эту тему высказаться. Я считаю, что самым главным активом является технология, которая состоялась, это можно сказать, с высокой степенью уверенности. И состоялась она по многим причинам. Во-первых, в Минске сформирована научно-инженерная школа, которая насчитывает несколько сот замечательных инженеров и специалистов других специальных... И научных, скажем так, инженерных кадров других специальностей, которые являются носителями этой технологии. И когда-то, 12 лет назад, когда я познакомился с Анатолий Эдуардовичем, можно сказать, он был единственным лицом, который, так сказать, понимал и, скажем так, вынашивал эту технологию. Сегодня есть школа. Я считаю, что это залог и гарантия того, что технология состоялась. Спасибо, Арсен Вяленович. Действительно, очень важно участие генерального конструктора в работе, которое осуществляется коллективом Unitsky String Technologies, коллективами, даже точнее, компаний, занятых в реализации проектов Unitsky String Technologies. Но, тем не менее, я хочу обратить внимание на то, что все принципиальные решения касательно маркетинговой стратегии, касательно бизнес-моделей, в которых реализуются наши проекты, все равно принимаются генеральным конструктором. Но еще, что более важно, технологические решения, не идеи и не технические задания, а именно решения, они также выдаются непосредственно Анатолием Эдуардовичем. Но, тем не менее, возникает у тех, кто следит за нашим проектом, за развитием его, ряд вопросов, связанных с деятельностью и испытательных центров в Белоруссии и испытательного центра в Арабских Эмиратах. Ну и вот, в частности, спрашивают, а чего же так долго, ну, по мнению наблюдателей, долго идет строительство вот нашей новой линии, протяженность которой 2,5 километра, и которую мы сейчас в рабочем пока порядке именуем Карат. Вот хотелось бы у вас, наверное, Сергей Геннадьевич, как непосредственно ответственного за это направление человека, ну, в первую очередь ответственного, понятно, что здесь целый круг ответственных лиц есть, попросить рассказать о том, на каком этапе сейчас находится проект, о том, что было за год сделано и каким составом, каким коллективом, да, и что нам ждать вот в ближайшей перспективе, конец этого года, начало следующего. Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, Евгений Олегевич. Спасибо, во-первых, что пригласили на эту рабочую встречу. Для меня честь тоже высказаться по этому поводу, по направлениям в части Юскай-транспорта, по тем направлениям, по которым мы движемся в части испытаний сертификации струдных технологий Юницкого в данный момент, и в частности в Шарже, да, касательно наших достижений за последний год. Некоторые люди обеспокоены тем, что, по их мнению, строительство или сооружение отдельных конструкций у нас происходит чуть дольше, чем кто бы, кто-то ожидает, да. На самом деле, я как бы тут выражу свое несогласие, потому что, если взять пример конкретно на тестовом участке номер 4, который мы завершили в этом году, протяженностью, как вы упомянули, 2,5 километра, если быть точным, 2400 метров, строительство, на самом деле, у нас путевой структуры эстакады было завершено за 10-месячный срок. И я считаю это большим достижением для всей группы компаний, потому что сооружение такого порядка, строительство такого вида конструкции, во-первых, нужно понимать, что не имеет аналогов в мире. Потому что я отмечу отдельно тот факт, что основные сложности у нас даже были не во время строительства, а на стадии начала строительства. Потому что, когда документация строительная, проектная, конструкторская была передана потенциальным подрядчикам местным на рынке Эмиратов, большинство, как говорится, почесали просто затылки и не знали, что с этим делать. Ввиду уникальности продукта и уникальности наших решений. И очень много времени было затрачено, я бы не сказал, что очень много времени, но существенная часть проектного времени, продолжительности проекта была затрачена именно на объяснение нашим потенциальным подрядчикам, генеральному подрядчику, поставщикам и так далее, как эти сооружения должны возводиться, как должны вести строительство, по каким нормам, стандартам, требованиям, регламентам и так далее. Летом 2022 года был подписан договор на строительство пусевой структуры. Привлекли мы местную подрядную компанию Голодари, это одна из крупнейших подрядчиков на рынке Эмиратов в части металлических конструкций. Соответственно, с этого момента можно считать, что у нас пошел отсчет именно по строительству. И по факту строительство эстакада у нас было завершено за 10-месячный срок. То есть это начиная от нулевого цикла, нулевым циклом в данном случае я называю не какие-то фундаментные работы, как это принято в строительстве, а подготовительные работы, проработка поставщиков, которые не были законтрактованы на тот момент, и мобилизация подрядчика, его с подрядчиками и так далее. До момента подъема путевой структуры на высоту, на проектную отметку, все это заняло у нас 10 месяцев. И когда мы завершили эти строительные монтажные работы в начале этого года, 23-го года, соответственно, после этого у нас начался по нашей методологии этап ПНР, пусконалодычных работ, которые на самом деле сейчас выполняются поныне. Пусконалодычные работы имеются в виду, они были у нас подразделены на два этапа. Пусконалодычная работа по путевой структуре, потому что путевую структуру по факту ее возведения нужно было обязательно испытывать, проверять, тестировать, опять же, на соответствии разным нормативам, разным показателям, характеристикам, значениям. По факту проверки путевой структуры мы начали и приступили к пусконалодке транспортного средства. Транспортное средство, которое у нас называется в народе карат, это 25-местный юнибус. Снаряженная масса транспортного средства у нас порядка почти 9 тонн, если быть точным, 8 890 килограмм. И полная масса с пассажирами, то есть 25-ю пассажирами внутри салона до 12 тонн. То есть, опять же, нужно понимать, что 12 тонн это в воздухе повесить, ну, и она же там не только висит, как гирлянда на елке, да, на новогодней. Она же там должна двигаться по этой путевой структуре, двигаться опять безопасно, комфортно для пассажиров, в соответствии, опять же, с теми самыми злополучными нормативами, стандартными требованиями, как местными, так и европейскими, американскими. Я отмечу, это очень важный факт. В Эмиратах действует свод законов нормативов. У них есть местные нормативы, которые приняты и принимаются до сих пор, прорабатываются с начала основания страны. И тут в ходу нормативы американские и британские. Соответственно, вот эти все факторы, вот эти все моменты нужно учитывать в совокупности, потому что, если мы говорим про какую-то европейскую страну или, опять же, про Россию, понятное дело, что там у нас СНИПы, ГОСТы и так далее. А в Эмиратах эта задача немножко усложняется, потому что нам нужно обеспечить здесь соответствие нашего продукта, изделия, ряду стандартов, целому комплексу, так сказать. Поэтому, Евгений Олегович, я думаю, ответил на этот вопрос, что долгосрочное строительство, по мнению некоторых, в моем случае, немножко я эту риторику опровергаю, потому что с учетом сложности вот всего этого, то, что я озвучил, мне кажется, ИСКАТРАНСПОРТ совместно с коллегами из ЗАО Струбной Технологии и другими нашими партнерами и компаниями добилось колоссального результата за указанный период времени. Спасибо. Ну, здесь, на самом деле, опять же, я бы подчеркнул роль именно генерального конструктора, которого непосредственное участие, непосредственная включенность в разработку проектной документации, она позволила по чертежам, которые вот здесь, в Эмирской стране технологии, мы выполнили, реализовать объект, ну, действительно, в рекордные сроки. Если представить, что за 10 месяцев, прошу прощения, построили бы ветку метро протяженностью 2,5 километра, то это, ну, вообще нереально, да, какой-нибудь монорельс представить там. Поддерживаю Евгения Олегович, потому что важно отметить тот факт, что, как вы говорите правильно, Анатолий Эдуардович принимал активное участие. Я тут даже немножко горд тем, что подобная конструкция у нас даже еще не возводилась на Мариной Горке в Минске, то есть, ЮСКАЯ даже в рамках группы нашей компании была первой компанией, которая эту цель привела к реальности, да. Понятное дело, ввиду новизны данного проекта, в ходе монтажа возникали сложности, это не нужно скрывать. Возникали сложности, возникали, возможно, какие-то заминки, задержки на некоторых этапах, в которых активное участие принимал генеральный конструктор Анатолий Эдуардович. И, возможно, благодаря его непосредственному участию получилось некоторое решение в ходе процесса адаптировать, модернизировать, улучшить и в итоге добиться той цели, которую мы добились. Спасибо, Сергей Геннадьевич, абсолютно с вами согласен. И все-таки вот о сложностях вы сказали. Здесь хотелось бы коснуться еще того вопроса, а какую роль, наверное, вопрос будет вот к нашему управлению проектами, отделу управления проектами, какую роль вот данный комплекс, вот этот вот большегрузный эстакада, полу-жесткая, которую мы построили в Арабских Эмиратах, какую роль она играет в работе над коммерческими проектами, в настоящее время ведущимися в Unitsky Stream Technologies? Максим Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста. Конечно, всем здравствуйте. Смотрите, самую прямую, самую интересную роль, да, то есть влияет здесь ТУ-4, да, как мы ее называем. Ну это внутреннее название, такое очень, это как вы вот говорили там инженера, да, то есть конструктора, то есть это как моряки говорят не компас, а компас, так почему-то вот в инженерной среде принято говорить не инженеры, а инженера, что с точки зрения норм языка не очень правильно. Ну а трассу мы называем ТУ-4. Да, это тестовый участок номер 4, да, то есть это просто внутреннее название, и мы действительно пытаемся погрузить вас вот в то, как проходит у нас здесь работа, поэтому мы используем вот именно сейчас этот термин. Во-первых, ТУ-4 самая длинная трасса, да, пока что сейчас мы говорим, и смотрите, чем она примечательна, да, потому что там большее количество решений, скажем так, инновационно для нас. Это одна из самых серьезных нагрузок, да, которые приходят на строительные конструкции, одна из самых мощных, допустим, путевой структуры, да, то есть или струнной структуры, вот, которые мы когда-либо строили. По поводу транспортного средства. Ну здесь вот, Максим Николаевич, я, Сергей Геннадьевич, вы меня поправьте, если я не прав, вы сказали 12 тонн, это снаряженная масса с пассажирами нашего транспортного средства «Карат» 25-местного, но, насколько я знаю, вообще эта эстакада рассчитана на гораздо большую нагрузку, там, до 60 тонн на пролете. Все верно, все верно, я лишь одну поправку внесу, снаряженная масса, это у нас масса считается транспортного средства без нагрузки, то есть без пассажиров, она у нас составляет 9 тонн, а полная масса транспортного средства с пассажирами, со всем грузом, она доходит до 12 тонн, но, по факту, да, у нас трасса рассчитана на нагрузки до 60 тонн, все верно, вы подметили. Как я и говорил, да, то есть контейнервозы и так далее, да, в будущем, теоретически могут проходить по этой трассе, если у нас возникнет такая потребность. То, что я говорил по транспортное средство, вроде бы казалось, что вместимость его 25 человек, и это не так много. Если, да, то есть мы уберем вот законодательный аспект, да, что на каждого человека должно находиться энное количество метров, там, и так далее, то туда могут помещаться и до 40. Час-пик, понятно, когда твое личное пространство, это не совсем твое личное пространство, а в Индии это общественное пространство в целом, то получается, да, что туда заходит еще гораздо большее количество человек. Про систему управления в целом говорить не стоит, да, но там тоже она, то есть чуть более развита. И если мы говорим про уровень инновационности, да, то есть это и уровень тех решений, которые мы должны были там, ну и сейчас и тестируется, то, скажем так, это вот один из тех комплексов, да, которые мы в будущем потенциально, да, планируем вот как раз масштабировать. И линия ТУ-4 это наиболее близкая, да, сейчас к тому, что будет реализовано у клиента. Поэтому для нас эта линия одна из самых основных, да, то есть вот вторая, которая по значимости, вот для меня, по крайней мере, это вот Unilight. Думаю, что здесь еще важно добавить, что на самом деле проектная документация, она может быть выполнена максимально качественно, и мы именно стараемся, и всегда у нас получается выполнять проектные работы максимально качественно, но все равно одно дело спроектировать, а другое дело построить, тем более, когда речь идет о том, чтобы строить впервые в мире. Сергей Геннадьевич, вы сказали, что был ряд трудностей, которые мы успешно решили, благо компетенции позволили, но мы могли позволить себе сталкиваться с такими трудностями вот в таком формате, когда есть центр испытаний и сертификации U-Sky, и в принципе есть право на какую-то ошибку, на какое-то продление, на какой-то перенос сроков, оно все-таки присутствует. В случае, когда мы говорим о коммерческих проектов, то у нас нет права на ошибку, и никакие заминки, они просто неприемлемы, потому что от этого зависеть будет наша деловая репутация, от этого будет зависеть вообще в целом успех бизнеса. Поэтому, прежде чем выходить на стройку по коммерческим проектам, мы должны действительно были построить вот этот объект. Мы его успешно построили, и в следующем году мы его введем в эксплуатацию. И я правильно понимаю, Сергей Геннадьевич, что параллельно мы еще и осуществляем сертификацию этого комплекса? Подробнее не расскажете? Да, конечно. На самом деле, я бы сказал даже, что мы не то чтобы параллельно осуществляем сертификацию, но мы уже ее начали еще в прошлом году. Я отмечу тут участие нашего партнера, скажем так. Я назову его партнером, потому что мы уже работаем с этой компанией на протяжении трех, наверное, лет. Это всемирно известная компания TUVSW. Если не ошибаюсь, у них главный офис находится в Австрии. Ну, соответственно, это TUVSW Standardization Certifications, зарегистрированная здесь, в Арабских Эмиратах. Мы их в прошлом уже привлекали на сертификацию тестового участка первого. Там, напомню, у нас тестовый участок эстаката длиной всего 400 метров. Тогда эта работа с TUV у нас была осуществлена в 2020 году, по результатам которой мы получили сертификацию соответствия. Соответственно, эту же работу мы сейчас дублируем зеркалем, так сказать, на тестовый участок четвертый. Карат, как мы его сейчас назвали. Данная работа уже была начата заранее. То есть, поскольку строительство эстакады было разбито на подэтапы, то есть у нас изначально появились анкерные опоры, промежуточные опоры, и впоследствии мы возвели, подняли путевую структуру на сооруженные заранее конструкции. Соответственно, сертификацию промежуточных опор мы начали заблаговременно, когда еще у нас путевая структура даже не была готова в полной мере. И на сегодняшний день сертификат уже присутствует. Он, кстати, в наличии на нашем официальном веб-сайте. Таким образом, мы подтвердили соответствие наших стальных конструкций, в первую очередь из которых состоят наши промежуточные опоры, на соответствие разным, опять же, нормативным стандартам, и подтвердили их безопасность, что очень критично, жизненно важно в нашей индустрии и отрасли. Сертификационные работы по тестовому участку четвертому, они у нас разбиты на два этапа. Первый этап, это вот как раз мы завершили по промежуточным опорам, и второй этап, он состоит из нескольких подэтапов, включающих в себя сертификацию эстакады самой путевой структуры, сертификацию анкерных опор, и сертификацию транспортного средства, как мы это называем, Юнимобиля, Юнибуса Карата 212, внутреннее название нашей корпоративной этой модели. И данная работа в рамках уже второго этапа по сертификации путевой структуры, уже сейчас она начинается в ближайшее время, по транспортному средству она будет следующим подэтапом, после того, как у нас закончится сейчас в полном масштабе, в полной мере все пусконалодочные работы по всем системам Юнимобиля. И анкерные опоры, в принципе, они у нас тоже готовы к началу сертификационного этапа, но целесообразнее анкерные опоры и саму путевой структуры объединить в один объем, чтобы привлечь данную компанию. Ну, таким образом, эта работа у нас с учетом приближающегося нового года уже запланирована на начало следующего, 24-го. По протяженности, на самом деле, это не такой трудоемкий процесс, особенно учитывая, что у нас уже есть опыт, существенный опыт в этом направлении. То есть, поэтому мы оцениваем, что в начале следующего года данная работа по данному объему может быть завершена примерно в двух-трехмесячных сроках. Ходит, что мы здесь параллельно, в двух разных регионах, в двух разных, так скажем, юрисдициях, в двух разных регионах с точки зрения нормативной базы, правовой базы, я имею в виду территорию Союза независимых государств СНГ и Арабские Эмираты, где действуют действительно британские нормы, нормы, те, которые приняты в США. Мы осуществляем процедуру сертификации и ввода в эксплуатацию. Ну, конечно, здесь очень важный проект, который мы также успешно вплотную приблизили к завершению в этом году, это проект Unilight. Первый коммерческий проект, реализованный в Unitsky Stream Technologies. Максим Николаевич, ну, в двух словах буквально, вот к вам вопрос, наверное, в чем такая вот важность, такая вот судьбоносность, не знаю, вот этого проекта, Unilight, хотя кажется, что проект же небольшой, и небольшой и по пассажиропотоку, и по протяженности, ну, то есть мы не говорим о колоссальных перевозках, 50 тысяч пассажиров в час или что-то даже близко. Маленький проект, довольно скромный, туристического назначения. Почему он так важен для нас? Во-первых, Unilight, да, это немножко не про новизну, да, то есть и не про, там, технические изыски, да, то есть это, Unilight, во-первых, легкий, да, то есть максимально дешевый, это одна из самых дешевых транспортных линий, да, которая у нас когда-либо была построена. Из-за того, что он такой простой, да, типа, и в свое время дешевый, он является еще и надежным, да, просто потому, что базово ломаться там особо и нечему, да, то есть там все элементы доведены прямо вот до минимализма, скажем так. Вот, мы там опробовали, кстати, еще и безземельный монтаж, да, просто потому, что эта линия проходит над водой, над дорогой, да, то есть и мы не имеем права, там, на энное количество времени, я не знаю, там, типа, на месяца, да, закрывать их, проводить какой-то монтаж и так далее. Поэтому здесь он проводился очень быстро. Кстати, Unilight один из самых наших энергоэффективных, да, транспортных средств. Если мы будем говорить еще и про остальные аспекты, да, больше как вот про развитие, да, то есть смотрите, это, во-первых, это первый в стране, да, то есть официально коммерческий, да, то есть автономный транспорт, других таких нет, да, то есть это вот прям то, чем мы можем гордиться. Ставьте, что вы хотите купить машину. Это просто даже машина, она намного дешевле нашего комплекса стоит, но как только вы видите незнакомую для себя марку, да, пусть даже там китайского авто, допустим, да, первый раз вы ее увидите, вы идете в интернет и читаете отзывы, но при этом вы читаете их не на сайте производителя. А почему? Маркетингу доверяй, но проверяй. Да, то есть это нормальная классическая тема. И вот здесь вот это реальная возможность для наших клиентов, да, когда они говорят, вот первый коммерческий проект, почему он для них важен? Им важно, да, получить независимое, да, то есть не от нас, не еще от кого-то мнение, да, как эта линия работает, как эксплуатируется и так далее. И здесь как раз, как только этот проект запустится, да, вот как раз и пойдут, да, отзывы по поводу того, что, потому что это же открытая территория, да, то есть можно просто купить билет, прийти и покататься с семьей. Все еще напоминаю, тестовые участки и тесты, да, они делаются не для того, чтобы не для эксплуатации, а не делаются для того, чтобы проверить наши технические решения. И плюсом к этому мы говорили по поводу контрактной стратегии, того, что она является частью, да, интеллектуальной собственности, никто и не делится. И вот здесь вот из-за того, что она находится на другом, в другом юридическом лице, да, можно как раз разработать все эти контракты, да, то есть общаться с государством, а вот эти типы контракта проходят, а вот не проходят и так далее. А какие здесь есть риски? Не забываем также про сертификацию, да, помните, мы говорили того, что сертификация должна проходить в той стране, где, во-первых, мы будем это делать, да, то есть, но для этого нужен проект. И вот как раз эта возможность для нас пройти этот путь, да, то есть и пусть с небольшими изменениями, потому что другие страны, другие стандарты и так далее, но вот пройти его. И эти же специалисты, которые сейчас прошли путь, будут делать это намного быстрее, да, то есть уже на других проектах, и в целом это плюс. Вот этот проект, вот особенно там для меня, для моей команды, и в целом, мне кажется, для группы компаний он настолько важен, потому что он легкий, простой, надежный, да, в другое время он вот такой первый, и действительно это такой наш локомотив, да, первый коммерческий проект. Спасибо. То есть в целом мы можем как бы резюмировать и сказать о том, что вот эти два проекта, которые большая часть, ну, там, строительных работ, как минимум, и начало водоэксплуатации пришлись на 2023 год, это есть предфинальная отработка наших основных решений и решений технологических, и решений в области подготовки, там, контрактной основы, нормативной основы, да, перед тем, как выйти уже на стройку коммерческих трасс, ну, и это действительно так, действительно большинство тех решений, которые мы сегодня разрабатываем, вот управление проектами, они рассчитаны на достаточно большой пассажиропоток, и это как раз вот тот тип комплексов, который мы в этом году вводим в эксплуатацию и в следующем году введем в эксплуатацию в шарджи. В итоге, можно сказать, что и база конструкторская создана нами, инженерная школа, инженерная школа Юницкого сформирована, есть, значит, уже и опыт сертификации, нормативного подтверждения, есть опыт строительства, что тоже бесценно, то есть мы здраво и уже на основании этого опыта оцениваем сроки стройки, оцениваем те риски, которые есть, и готовы входить в коммерческие проекты, и вопросы остаются, в частности, у тех, кто следит за развитием нашего проекта, о готовности материальной базы для производства подвижного состава. Здесь хотелось бы попросить директора производственного комплекса СВ-Плант рассказать о том, как на сегодняшний день укомплектован наш производственный комплекс, сколько там сотрудников, какое есть оборудование и насколько быстро, в каком количестве мы можем производить подвижной состав под наши коммерческие проекты. Добрый день, уважаемые зрители, коллеги. На сегодняшний день мы имеем 4000 метров производственных площадей, порядка, не порядка, а 150 человек сотрудников, из них 90 человек производственных рабочих, которые за эти годы своими руками собрали, изготовили детали, 13 единиц транспортных средств. Помимо этого, на производственных площадях были изготовлены отдельные узлы путевой структуры, оснастки испытательных приспособлений и детали для инфраструктурного комплекса. У нас собраны основные специалисты с компетенциями для того, чтобы обеспечить сборку транспортных средств, опытных образцов, а также выйти на мелкосерийное производство. На сегодняшний день на производстве более сотни единиц различного оборудования, оснастки, приспособлений. У нас семь обрабатывающих центров, четыре из которых мирового производителя аккума. В этом году мы закупили еще один обрабатывающий центр совместно белорусско-китайского производства. Сейчас ведутся переговоры о приобретении и поставке в следующем году еще одного обрабатывающего фрезерного центра. Производство постоянно растет и расширяется. На сегодняшний день мы с уверенностью можем сказать, что мы выполним поставленную задачу выхода на серийное производство транспортных средств. Основные специалисты по всем направлениям у нас есть. У нас широко развиты связи по межзаводской кооперации с предприятиями машиностроительной отрасли Республики Беларусь, потому что не все на сегодняшний день компетенции экономически целесообразно держать на производстве СВ-плант. Часть переделов, таких как термическая обработка деталей, гальвана покрытия, порошковая окраска мы размещаем, конечно, по кооперации. Для того, чтобы выйти на серийный выпуск транспортных средств на имеющихся площадях, нам необходимо будет дополнительно набрать производственный персонал для того, чтобы закрыть вторую, при необходимости третью рабочую смену. При этом мы способны в течение 10-12 месяцев выйти на производственные мощности по выпуску 10 единиц подвижного состава в месяц. Ну да, и здесь с учетом того, что те проекты, над которыми сейчас мы трудимся, количество подвижного состава измеряется сотнями пока на данном этапе, то правильно я понимаю, что мы, в принципе, силами производства на сегодняшний день можем полностью закрыть потребности в подвижном составе под проекты? Да, конечно. Существует время на подготовку, непосредственно на проектирование комплекса, строительной монтажной работы и транспортные средства нужны уже только в момент сдачи путевой структуры в эксплуатацию, то есть поставка транспортных средств на этапе готовности строительной части путевой структуры. Соответственно, у нас есть это время для того, чтобы набрать персонал и организовать дополнительные производственные мощности на территории Республики Беларусь, либо, если будет такое принято решение, в том государстве, где будет реализован данный проект. Все специалисты, обученные, собравшие все предыдущие единицы техники, у нас имеются, они костяк нашего производственного подразделения, которые готовы обучать вновь принятых работников как на территории Республики Беларусь, так и осуществлять обучение в других странах. Ну, спасибо, Алексей Сергеевич. Можем сказать, наверное, что такая необходимость, безусловно, будет. Таким образом, друзья, хотелось бы, может быть, резюмировать здесь, что с точки зрения кадровой укомплектованности, с точки зрения понимания рынка, с точки зрения понимания и отработки правил действия в плане нормативной базы, самое главное, с точки зрения отработанности технологий монтажа, технологий производства транспортных линий и мощностей непосредственно нашего комплекса СВПлант, мы целиком и полностью готовы, готовы выходить на строительную площадку, рассчитываем сделать это уже в следующем году. Я благодарю вас, коллеги, за участие в нашем телемосте. Я благодарю зрителей и напоминаю, что в завершении вот этого цикла, на протяжении которого мы старались ответить на основные из тех вопросов, которые получали за год, наших зрителей ждет выступление генерального конструктора Юницкого Анатолия Эдуардовича и генерального директора Юницкий String Technologies Надежды Геннадьевны Косаревой с подведением итогов работы группы компаний за 2023 год. До новых встреч!